Агентство НАСА Цитата Американские, хотя заявки принимаются и из других стран. Многие идеи поступили от сотрудников исследовательских центров и университетов, и некоторые от частных фирм. Передает корреспондент издательства «Виденс Кап» Хендрик Бендикс. Весь список одобренных проектов можно увидеть на сайте НАСА. Долгожителям часто задают вопрос, в чем секрет их долголетия. Получаемые ответы довольно противоречивы, передает корреспондент издательства «Зюдочий Цайтунг» Марк Бауман. К примеру, итальянка Эмма Марана, которая родилась в 1899 году, была старейшим человеком в мире с мая 2016 года по апрель 2017. Ее советом было съедать ежедневно по два сырых яйца и немного сырого фарша, а также небольшое количество овощей и фруктов. Британец Джек Мэнсфилд, который к 2016 году достиг возраста 108 лет и считался самым старым британцем на тот момент, призывал пить уксус от болезней. Советом добавлять во всю еду, кроме молока, оливковое масло делилась Жанна Кальман из Арля, а британка Грейс Джонс относится к десяти старейшим ныне живущим британцам. С 60 лет она каждый вечер выпивает по стакану виски. Подобным рецептом долголетия делится и Агнес Фентон, которая на сегодняшний день седьмая в списке старейших жителей США. Она выпивает каждый день по четыре порции алкогольных напитков. Цитата. «На самом деле я не имею ни малейшего понятия, почему я так долго прожил», честно признался старейший мужчина Исландии Георг Олафсон. По данным исследований аналитиков Интернейшнс, крупнейшего в мире сообщества экспатриантов, на планете около 57 миллионов иностранных работников, трудящихся за границей. Исследование «Экспат Инсайдер 2017» под тегом «Насколько вы довольны своей жизнью за рубежом?» показывает, где специалисту из другой страны более комфортно жить и работать. В опросе этого года приняли участие 65 стран, сообщает USA Today. Как и в предыдущие годы, помимо главного рейтинга, аналитики сравнили страны по пяти факторам, важным для выбора страны при переезде. Качество жизни, условия для адаптации, работа, семейная жизнь, финансовое положение. И впервые акцент был сделан на жизни вне офиса. Тройка лидеров полностью сменила свой состав по сравнению с предыдущим исследованием. Цитата. Пальму первенства получил Бахрейн, поднявшись с 19-го места на первое. Именно эта страна, как никакая другая в мире, дает иностранным специалистам ощущения дома и отличные условия для работы, передает издание. На втором месте Коста-Рика. Здесь ценят прежде всего качество жизни, дружелюбие и открытость местного населения. Мексика замыкает тройку лидеров. Она всегда попадала в первую пятерку, но впервые заняла ведущие позиции сразу по трем ключевым показателям. Экспатрианты легко адаптируются в этой стране и довольны заработком. Казахстан находится на 35-й строчке рейтинга, на 38-й Франция, на 40-й Япония. А вот США расположились на 43-м месте. Потеряв позиции в сравнении с прошлым годом, тогда Америка занимала 26-ю строчку. Падение в рейтинге объясняется тем, что меньшее количество респондентов оценили политическую стабильность США. Американские ученые из клиники Мэйо выяснили, что присутствие домашних питомцев в спальне может улучшить качество сна людей при соблюдении определенных условий, передает Эурекалерт. Исследователи в течение пяти месяцев изучали, как спят 40 здоровых взрослых, не страдающих нарушениями сна и их собаки. Участники эксперимента носили трекеры активности, которые позволяли отслеживать их состояние в течение семи ночей. Согласно исследованию, присутствие собак помогает некоторым людям спать лучше, неважно какой породы был питомец. Цитата. Сегодня многие владельцы домашних животных проводят вдали от своих любимцев большую часть дня, поэтому они хотят максимально долго быть с ними, находясь дома. Наличие собак в спальне ночью – простой способ сделать это. Говорит автор исследования доктор Лоис Крант и сообщает радостную новость. Теперь хозяева могут успокоиться, узнав, что это как минимум не ухудшит их сон. Однако есть один важный момент. Качество сна улучшается только в том случае, если собаки спят в вашей спальне, но не в вашей кровати. Согласно исследованию, взрослые, которые спали в обнимку с животными, теряли качество ночного отдыха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова